Я имею сообщить, Сибирь горит, горят леса, смог окутал Алтайский край, Красноярский край, Новосибирскую область, Томскую область. Ситуация просто-напросто устрашающая. На сегодняшний день горит 1 миллион 300 тысяч гектаров леса. За последние сутки на 300 тысяч гектаров увеличилась площадь пожаров. Сегодня режим черного неба объявлен вот в этих регионах, о которых я уже сказала. Что это значит? Это значит, что предприятиям, работающим в этих регионах, рекомендовано снизить выбросы в воздух примерно на 20%. Я сейчас скажу, мы же договорились. Это же решение палаты было, это не моя от себя члены и совета. То есть мы договорились, только 30 чтений без протокольных поручений. Мы договорились. Да, мы просто скажем и все. Покажите, пожалуйста, результат. Федеральный закон принятый единогласно. Коллеги, необходимо посоветоваться. Мы, когда формировали повестку, исходили из того, что будем придерживаться рассмотрения только закона проектов третьего чтения и, соответственно, сделают выступление рукольтой фракции. Так как сейчас у нас реализуются инициативы по рассмотрению дополнительно протокольных поручений, обязан спросить мнение депутатов. Мы будем придерживаться ранее достигнутых договоренностей? Коллеги, тогда давайте из этого исходить. Коллеги, давайте из этого исходить. Если депутаты все приняли такое решение, вчера Совет Государственной Думы принял аналогичное решение. Давайте из этого исходить. Мы же все с вами законники, если такими себя считаем. Пожалуйста, к поведению Гонзявера Анатольевна. Уважаемый Вячеслав Викторович, в Сибири сложилась экологическая, страшная экологическая ситуация, катастрофа. Люди просят нас помочь в том, чтобы режим чрезвычайной ситуации был введен. Там же дышать нечем. Вот это протокольное поручение об этом. Неужели мы не можем отодвинуть, так скажем, наши нормы, которые мы там запланировали ранее, для того, чтобы людям помочь? Полминуты, Вячеслав Викторович. Вера Анатольевна, есть закон, в рамках которого, в рамках этого законодательства решаются эти вопросы. Нужно было, когда эта ситуация случилась, она случилась не сегодня и даже не вчера, брать и инициировать эти проблемы. Это первое. Второе. Вы что, хотите под шумок, под закрытие, понимая, что комитеты не будут работать, взять это, озвучить и переложить ответственность на других? Коллеги, давайте в конце концов тоже понимать, как эти решения принимаются. Губернатор инициирует эти вопросы и тогда в рамках этого рассматривает министерство, рассматривает правительство. А у нас получается, знаете, мы политические лавры на этом не должны пытаться снискать. И если мы хотим это полноценно обсуждать, тогда мы должны действительно взять и к этому ответственно отнестись. Об этом речь идет. Мы тоже переживаем, но только нужно это было делать в начале недели. А не сейчас, с яркими выступлениями. У меня есть предложение отозвать вас из отпуска и отправить в регион. Для того, чтобы эта проблема была изучена и потом доложена. Учитывая, что мы здесь будем практически все лето на своих местах, и поможем, и поддержим, и сделаем все возможное для того, чтобы эту ситуацию поправить. Но против политических заявлений, которые сейчас чисто будут окрашены, понятно, каким образом. Коллеги, пожалуйста, по ведению Гонзиа Вера Анатольевна. Прежде всего, это не политическое заявление, это просьба людей. Огромное количество подписей уже собрано. Введите чрезвычайную ситуацию в регионах Сибири. Там дышать нечем, там дети начинают задыхаться. А мы сегодня говорим о том, что мы не можем принять это поручение. Ну пусть правительство немножко, так скажем, усилит свои ресурсы, увеличит ресурсы для того, чтобы эту проблему решить. А в регион я еду, если в этом вопрос. И вообще всех призываю поехать. Давайте все вместе поедем в Восточную Сибирь и поможем в тушении пожаров. Тогда так. Пожалуйста, по ведению неверов, Сергей Иванович. Я все-таки хочу еще раз вернуть к тому, что, коллеги, у нас комитеты и аппараты комитетов, есть определенные запланированные действия. Кто-то уйдет. Мы сейчас, принимая обращение к комитетам, через определенное время возвращаемся и говорим, а где эти запросы, где какие-то решения. А их никто не сделал. Ну слушайте, на самом деле, сейчас достаточно много этому уделяется внимания. Получить информацию, что делается, можно в принципе даже направить обыкновенный запрос, свой личный, для того, чтобы получить информацию. Поэтому давайте пойдем по повестке, контролировать ситуацию, можно на самом деле, выезжая в регионы, встречаться, определять и там свои запросы направлять. Давайте продолжим работу по сегодняшней повестке. Пожалуйста, Гартон, Кларей Карлович. У меня предложение, действительно, комитеты уже не смогут собраться, поэтому давайте готовьте обращение депутатское, можно депутаты всех фракций могли бы одним подписаться, я думаю, это было бы решением. Спасибо. Спасибо. Идем по повестке. Ну что, разве это поможет? Думаю, что нет. Я знаю, что это такое, когда невозможно спрятаться от вот этого удушающего воздуха, когда легкие буквально разрывают на части. Сейчас обостряются сердечно-сосудистые заболевания, хронические все заболевания обостряются. И вот те рекомендации МЧС, которые сводятся к тому, чтобы мокрой тряпкой заклеить окна, заделать окна, они тоже никаких существенных результатов не принесут. Нужны системные и кардинальные меры борьбы с пожарами. Я вот цифры здесь могу вам привести. Сегодня в Красноярском крае 845 тысяч гектаров леса горит. В Иркутске 448 тысяч гектаров леса. Якутия 506 тысяч гектаров леса. И еще можно продолжать вот эти цифры. А теперь скажу вам, сколько занято людей на ликвидации этого страшного экологического бедствия. 211 парашютных десантников, 114 специалистов лесного хозяйства, 234 человека мобилизовано граждан, 108 единиц техники. Давайте просто произведем арифметическое действие и разделим полыхающую площадь лесных пожаров и единицы техники. Получится 13 тысяч гектаров на одну единицу техники. Это разве нормально? Мы к чему пришли? Мы до чего довели нашу страну вот такими законами, которые мы принимаем в виде лесного кодекса Российской Федерации? Вы знаете, если нет опасности для экономических объектов, эти пожары вообще не тушатся, а это особенно в дальних районах. Я хочу сказать, что вот причины искать надо исключительно в наших законах и прежде всего в лесном кодексе. Давайте вернемся немножко назад в историю в советское время, когда были лесничества, когда лесники знали свое хозяйство, когда они видели и могли профилактические меры предпринять по отношению к вырубке хищнических лесов, к браконьерству охотников, браконьеров, к возникновению пожаров. Это все было, и у нас таких чудовищных, грандиозных экологических катастроф не было. Поэтому сегодня надо искать причину в нас, в Государственной Думе, в правительстве Российской Федерации и в депутатах, в Совете Федерации. То есть вот где зарыт корень зла. У нас есть статьи, 261 статья Уголовного кодекса. Наказание там 8, даже 10 лет лишения свободы. Штрафы повысили многократно. Давайте посмотрим. 200 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. Если серьезный ущерб, то и до миллиона. Но, понимаете, это действительно злоумышленников надо ловить. А кто будет ловить? Вот я занималась проблемами лесного хозяйства в Томской области. Вы знаете, цифра там какая? На одного сотрудника лесного хозяйства приходится 103 тысячи гектаров. Он как вообще это может все обозреть? Конечно, важна еще и профилактика пожаров. Но эта профилактика должна быть обеспечена необходимыми техническими средствами. Где у нас сегодня региональная авиация? Сегодня авиация общего назначения держится на кучке несколько человек-энтузиастов и все. Где государственная политика, которая бы обеспечивала все это? Поэтому вот у меня есть просто одно конкретное, реальное предложение. Нужно взять всех нас, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, правительства Российской Федерации и во главе с президентом отправить в Восточную Сибирь. И надеть вот эти огнезащитные костюмы и бороться с огнем, потому что сегодня там это делать некому. А только вот федеральная власть, законы, которые мы принимаем, сегодня позволяют вот такой ситуации случиться. Люди возмущены из Восточной Сибири, Западной Сибири, возмущены. Сегодня уже давно надо было объявить режим чрезвычайной ситуации. Нет такого режима. У нас все хорошо и благополучно. Поэтому думаю, что нужно в первую очередь, кто виноват, того и отправить на борьбу с огнем. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Продолжение следует...